7 февраля закон о защите прав потребителей исполняется 20 лет. На сегодняшний день действует огромное количество обществ по защите прав потребителей в разных сферах жизни. Однако проблем у потребителей меньше не становится. За 20 лет закон о защите прав потребителей менялся до неузнаваемости. Об изменениях, произошедших за последний год, рассказала Ольга Екимова. Основные изменения коснулись статьи 40 и 45 закон о защите прав потребителей. В частности, надзор в сфере защиты прав потребителей отнесен исключительно к федеральному государственному надзору. В целях реализации данного надзора государственному органу необходимо реализовывать такие полномочия, как организация проведения проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на соблюдение законодательства о защите прав потребителей, выдавать в обязательном порядке предписания в случае выявленных нарушений, контролировать их исполнение этих предписаний. За круглым столом собрались представители узкоспециализированных обществ по защите прав потребителей. Они рассказали о проблемах, нюансах и подводных камнях закона. Его акиллесовой пятой стала область страхования. Именно там больше всего недоработок и возможностей двоякого толкования. Отсутствие какой-то единой, внятной государственной политики в отношении спорных страхователей со страховыми компаниями. Сейчас Министерство экономического развития выступило с инициативой внести поправки в закон о защите прав потребителей, которыми предусмотрено введение в закон понятия страхователей. В других сферах тоже не все гладко. Проблемные места закона – здравоохранение, особенно бюджетное. Агентство недвижимости, ипотека и кредитование малого бизнеса, недоброкачественные продукты питания. Усложняется процедура реализации законом, когда под его действия попадают различные категории граждан – дети, пенсионеры, инвалиды и малоимущие. Категории граждан, которые обращаются к нам с этими вопросами, могут относиться к категории малоимущих. Не разработан механизм помощи данным гражданам в рамках бесплатной помощи. В связи с введением нового федерального закона об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, конечно, прописано вот это право гражданина, но не разработана процедура. Процедура, как же будут все-таки оплачиваться данные виды услуг для юристов, которые будут оказывать данную помощь. И, соответственно, каков порядок обращения граждан. Несмотря на множество недоработок, эксперты говорят, что большинство обращений, которые поступают в общество по защите прав потребителей, а впоследствии судебных разбирательств, заканчиваются победой тех, кто обратился за помощью. Редактор субтитров А.Семкин